Добрый день! Вы слушаете радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Евтодий и в эфире еженедельная рубрика «Книга недели с Тамарой Бессмертной». Сегодня мы поговорим о таком необычном жанре, как фэнтези. Появился отечественный наш автор, который получает очень и очень положительный отзыв. Вот о нем мы сейчас и поговорим. Что это за автор, что это за писательница и как называется ее произведение? С удовольствием, с большим удовольствием представляю сегодня книгу писателя Аллы Болотиной. Называется «Марий Грот». Недавно прочла, просто в восторге. Я должна сказать, что вообще удивительно, что книга вышла совершенно недавно и о книге все говорят. Лишь вот ощущение такое, что вот хочется снять шляпу и сказать, что я должен вам сказать, где нас родился великий сказочник. Редкий автор такого типа. Приходилось читать детские книги, и знаешь, в них все равно есть или заигрывание перед детской аудиторией, или стиль и слог, который будет понятен в основном, ну, рассчитывается на вот этот вот школьный возраст. Здесь это все отсутствует. Знаешь, здесь можно читать как в 10-11 лет, наверное, в 11, потому что там главный герой все-таки школьник. Я задумывался, почему это отнесено к жанру детского фэнтези. Вот именно из-за того, что главный герой школьник. Но вместе с тем будет интересно читать и взрослому, и отнять книжку у ребенка, и тоже читать будет интересно. В ней есть возможность читать вместе ребенку с родителями, и родителю при этом совершенно не бояться о том, что проскользнет какой-то жаргон или сложное слово. Очень красивая подача текста. Знаешь, мне даже вспомнился Бажов. Я давно не видела такой хорошей описательности. Я сама внутри, уже после того, когда много лет проработала в журналистике, понимаю, что избыточность прилагательных в состоянии испортить любой текст. Как серьезный, так и сказку, так и описательный. Вот здесь присутствует большое количество прилагательных, большое количество писательных сцен, которые правильно формируют сказочное пространство. Интересные, необычные повороты сюжетов. Ты не знаешь, что случится дальше. Не избито, ну как же у нас всех, у нас или зомби какие-нибудь там идут, да? У нас, в общем-то, небольшое количество... Так, дайте привет вашему любимому писателю. Да, да, да. Вот. Здесь, в общем-то, небольшое количество вот таких вот жанровых разнообразий, да? А здесь автор достаточно оригинально, она вспоминает. Прошлую историю Земли, какие-то там новые созвездия, это космическое. Знаешь, вспомнилось все самое хорошее, что было. Это вот Кир Булычев, которого мы любили мои дети, и которого я буду с удовольствием давать читать своим внукам. Потом вспомнился вот Бажов по описательности, потому что там тоже такие пространства, такие красивые замки из камней, самоцветов, эстетическое. Потому что вот вы уже ее описали со всех сторон, но вот самое такое интересное, самое любопытное, хотя бы сюжет, в чем завязка-то? Ну, знаешь, вот я тоже, я думала о том, а что играет, на каких струнах души сыграли. Мальчик-школьник, он в какой-то момент во время урока. Но, знаешь, вот сейчас перебью сама себя, я должна сказать, что я начинала читать ее на Литресе. Литрес представляет возможность бесплатно прочесть, по-моему, 20% книги. Ну, писаешь, это четвертая, пятая часть, там 22, по-моему, процента. Поэтому сейчас то, что я расскажу, это как бы в общем доступе. И с мальчиком связываются из других созвездий межгалактических и говорят, что ты знаешь, у тебя такая великая миссия, ты не знаешь, но у тебя и папа, и мама, они властители других вселенных, а вот которые здесь, это тоже папа и мама, но они друзей того папы и мамы, которые были. У тебя миссия, мы тут простроили пространственный коридор, и ты должен спасти наше созвездие Гидры. Там такие названия фантастические, его принесут по временному коридору, и он видит историю Земли, и историю вот этих вот галактик, и встречается с друзьями папы и мамы, когда они были молодыми, а потом всех вообще в одно место переносит, а потом они пространственно-временной континуум покоряют. И это все очень красиво, очень художественно, очень выразительно. Книга учит хорошему слогу, хорошему слову. Грамотная книга, грамотный автор, вот все в ней гармония, все диво. Знаешь, наверное, я в своем взрослом возрасте должна бы немножечко поумерить пыл, потому что, ну, конечно, это не стопроцентно бестселлер там, или не стопроцентно какое вау, но я рада, что это появилось, и что это ни на что не похоже, и что это так свежо и чисто. Легко ли экранизировать будет эту книгу? Вот, ну, может быть, это, собственно, мое мышление. Я вообще сразу же, когда читала, видела эту экранизацию. Я видела эти немыслимые фантастические картины. Мне хотелось бы, чтобы кто-то взялся. Но опять-таки, возвращаясь к нашему интервью с Емцем, с Дмитрием Емцем, Емцем, Емец, я не знаю, как правильно склонять его фамилию. Ну, мы поняли, о ком идет речь. Да, да. Он тоже говорил, что экранизация произведения фэнтези сегодняшней России – это очень большая проблема. Поэтому я вижу эту экранизацию, то есть автор умеет передать и художественностью слова, подачей всем вот эту картинку, которая раскрывается в твоем сознании, и ты вдруг оказываешься уже внутри этого волшебного магического пространства. Но это, несомненно, талант автора. Я говорю, что я вижу эту картинку. Экранизировать вообще в России – это значит, мы говорим о возможностях российского кинематографа, мы немного в другую сторону склоняемся. Но я думаю, что если бы другие серьезные студии с хорошими бюджетами обратили внимание на вот эту вещь, она была бы очень яркая, красочная. Если даже они экранизировали Нила Геймана, мы… Да, Старк Дубр, американских богов. Американских богов, которые, в общем-то, написаны намного более скудным слогом, то я думаю, что здесь бы простор у операторов, сценаристов, у тех, кто делает компьютерную графику, был куда шире. Красота. Знаешь, там такие красивые зверушки. Вот он описывает каких-то космических зверушек новых. Ну, как всегда, вот это вот с такими мимишными. Там они и пушистые, и цвет меняют, и с такими глазками, и с такими кисточками. Но вот правда, я их сразу же вижу. Я должна сказать, что я ни в других книгах, ни в комиксах, ни на каких рисованных картинках я не видела вот таких вот интересных таких созданий, интересных таких животных, если их животное можно назвать. Очень непосредственный автор. И, знаешь, вот виден потенциал, видно, что фантазия у нее распространится намного больше, чем то, что описано в этой книге, что там еще в загашнике есть и много чего такого же великолепного, такого же сильного, такого же... Ну, в общем, знаешь, что вот козыри в руке имеются. Если все пойдет так положено в нашем социуме, это будет яркая звезда, и мы увидим рождение, уже увидели, но мы увидим рост хорошего автора. Мы будем им гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова